Что конкретно, как конкретно выглядит несформированность пространственных представлений в плане праксиса? Ну, например, неустойчивость, как мы сказали, представлений пространственных в реальном мире, в реальной ситуации. Что, как стоит в комнате, куда надо повернуть в знакомом пространстве автоматического такого на автомате. Прошел на автомате, на автомате взял, на автомате сломал. Такого не происходит. Все на уровне очень высокопроизвольном с помощью проб и ошибок. В символическом пространстве четыре типа ошибок выявляются при ориентировке в пространстве. Мы об этих типах ошибок поговорим в занятии про пространственные представления. Сейчас просто скажу, что чаще всего в детском возрасте мы видим метрические, топологические и координатные ошибки. И зеркальные ошибки, вот мы их так называем, это как раз есть ошибки координатного типа. И не всегда, конечно, ребенок у нас не ориентируется совсем, чтобы не ориентировался в пространстве. Как правило, в новых ситуациях, при неожиданных вопросах происходит такая нестабильность. Мы видим, что он не уверен, где право, где лево. В этой комнате он уверен, а в другую комнату его перевели, и он уже не уверен. Стул повернули на 180 градусов, и он уже не уверен, где у него правая рука, где у него левая, где у него окно и так далее. То есть очень зависит сильно эта устойчивость от внешних обстоятельств. Значит, этой устойчивости нет. Поэтому мы исследуем формирование пространственных представлений рано. Мы не ждем, конечно, там 9 лет, не дай бог. Мы с 3 лет начинаем смотреть пространственные представления. Ну, коли мы сегодня говорим о практике, давайте в раздел «Праксис» мы пойдем. Мы исследуем на примере графической деятельности. Прежде всего, детям предлагается копирование. В 3 года копирование круга и квадрата. Среднего размера эти фигуры, ну, круг там порядка 5 копеечной монеты, квадрат такой же. И задание простое – срисуй, пожалуйста, так же, как у меня нарисовано. Ну, и мы, конечно, спрашиваем, знаешь ли тут фигуру, на что она похожа. Ну, то есть заодно мы пытаемся что-то еще из него вытащить. В 4 года количество копируемых фигур возрастает до 3, добавляется треугольник. И у ребенка мы оцениваем понимание простых предложенных конструкций. И в 5-6 лет мы пробуем уже копировать круг, квадрат, треугольник и ромб. И дается сложное задание на копирование фигур Денмана. Фигуры Денмана. Тут я прошу прощения, не нашла хорошего скана. Взяла вот такой, сама нарисовала. Вот. Это на листе А4 располагается 9 таких комплексов. Каждая фигура, это, собственно, не фигура, да, а это комплекс из нескольких замкнутых линий. И задача ребенка по глухой инструкции срисовать. То есть мы кладем листочек с фигурами Денмана, мы кладем листочек чистый, даем коронавирус, говоришь, срисуй. Срисуй. Что дальше начинает происходить, мы за этим наблюдаем. Представление о пространстве. Есть несколько составляющих. И несмотря на то, что тема эта будет дальше у нас, я сейчас не могу не сказать. Здесь на фотографиях я специально продобрала старших детей, уже почти школьники они, для того, чтобы показать, что, в общем-то, формирование пространственных представлений – это все-таки старшие дошкольники, ну, в том виде, в котором пространственные представления мы себе представляем. Вот. Смотрите. Структурно-топологический фактор к 6-7 годам формируется. Структурно-топологический фактор – это соответствие, ну, так вот узко говоря, да, предельно практически, соответствие расположения деталей друг к другу. То есть понятно, что нарисовано, даже если я не знаю, какой был изначально замысел. Все детали на своих местах и целостный образ предмета, он сохранен. Развитие структурно-топологического фактора связано больше с работой правой гемисферы. Координатный фактор выявляется больше при копировании изображений. Координатный фактор – это те ошибки, при его недостаточности мы наблюдаем, которые мы обозначаем как зеркальные. Зеркальные ошибки. Тоже довольно поздно смотреть. Ну, хотя 6 лет – это не поздно для пространства. 6-7 лет – координатный фактор. То есть мы копируем точно там же, точно так же, точно в ту же сторону. Координатный фактор в этом заключается. В частности, представление о размере, метрические представления. К 8 годам созревает представление о размерах, оценке углов, расстояний. Дети с дефицитом метрических представлений плохо на письме оценивают абзац, величину букв. Им трудно переносить слово. Они не умеют рассчитывать расстояние между упражнениями, расстояние до полей, влезет, не влезет. Рисунки часто залезают один на другой. И, в общем-то, после 8 лет, ну а лучше, конечно, немножко раньше, это должно все быть нивелировано. Если это сохраняется, значит дефицит метрики, с этим нужно заниматься. Ну и самое последнее, связанное тесно с созреванием лобных отделов, созревает стратегия оптико-конструктивной деятельности. К 9 годам ребенок может сам планомерно срисовать фигуру Тейлора, сложную фигуру достаточно. И мы видим, что у него вектор копирования слева направо, сверху вниз. Он копирует от целого к частности. То есть стратегия работы с зрительной информацией, она вот формируется уже 9 годам. Ребенок учится, он читает, он решает, он работает в рабочих тетрадях. Поэтому к 9 годам мы видим, что вот этот фактор анализа пространственного поля, он созревает. Какие пробы мы даем на исследование пространственного праксиса? Ну мне как нейропсихологу трудно оторвать праксис от гнозиса, особенно в теме опрактогнозии пространственной. Поэтому мы сегодня поговорим про несколько проб, которые можно вот так больше приурочить к праксису. А остальная группа проб больше связана с восприятием. Мы рассмотрим в теме восприятия гнозиса, это на следующем занятии. И в теме уже пространственные представления их развития. Третья тема, которая у нас будет уже в конце лета. Какими пробами можно воспользоваться для детей, преимущественно дошкольников, чтобы оценить их пространственный фактор? Во-первых, это, конечно, рисунок. Рисунок по инструкции или копирование. В три года, 3, 4, 5, 6, мы предлагаем, конечно, копирование. Но, в принципе, если ребенок производит хорошее впечатление, зрелое, да, со сформированной моторикой, восприятием, речью, ну хотя такие дети к нам редко, наверное, приходят, но все равно можно попросить и самостоятельный рисунок. То есть рисунок по инструкции. Нарисуй, пожалуйста, машину, кошку, дом. Для детей 6-7 лет просим рисовать стол на четырех ножках, кубик. Для того, чтобы понять, как формируются пространственные представления, в частности, проекционные. Как ребенок попробует ли вообще изобразить трехмерный объект на плоскости и как у него это будет получаться. Сейчас мы посмотрим, как делают армативные дети. Конечно, конструирование. Любой ребенок складывает кубики, составные части, палочки, открытки из частей. Конструирование – это самая ранее любимая детьми деятельность. Работа со схемами для старших детей. Схема имеется в виду план комнаты, план квартиры. Нарисуй план, там, не знаю, свои комнаты, план палаты, план кабинета. Это сложное задание. Дети-школьники, как правило, овладевают представлениями уже о циферблате часов. Это вообще отдельная тема – часы со стрелками. О географической карте тоже на самом деле тема такая двусмысленная, потому что сейчас даже взрослые, когда проверяешь, не очень понятно, человек это знал или не знал, или это следствие повреждения. Поэтому работа с картой, я говорю, что такая работа есть, в принципе, что в нейропсихологии есть. Определение сторон света, правильность расположения относительно друг друга, Москва, Ленинград, еще что-то такое. Но для детей, конечно, это незначимо. Для детей, конечно, значимо лабиринты, морской бой, различные какие-то такие зрительно-пространственные загадки. И еще одна проба. Графические диктанты тоже сюда идут. И еще одна проба для выяснения пространственного практиса, сама-то пространственного практиса. Это пробы ХЭДа. Пробы ХЭДа. Мы сейчас о них поговорим. Начинается исследование проб ХЭДа с пяти лет. С пяти лет ребенок должен быть достаточно уже зрелый, чтобы произвольно высидеть это все и понять инструкцию. Инструкция там, в общем-то, довольно сложная. Ну, сейчас мы потихонечку пойдем. Вот Ирина комментирует, Наталья Георгиевна. Интересные тетради для развития логики и мышления, а также пространственного практиса есть у Салмина. Учимся думать в двух частях. Ну, а Людмила Винокорова спрашивает. Фигуры Денмана представляются сразу все на одном листе? Или можно предъявлять, как в тесте Бендера, по одной картинке? Денман дается весь. Там вся задумка в том, чтобы он еще их правильно расположил. Поэтому в чистом виде, оригинальном, для диагностики, фигуры Денмана предъявляются все. Сразу все на одном листе. Да, это трудное задание. Хотя оно предлагается для пяти-шестилетних детей. Хорошо, будем говорить. Да, это такие вот испытательные весьма проба. Вот посмотрите, пожалуйста, в 7 лет нормативные дети по инструкции рисуют стол и куб и копируют стол и куб. И мы видим, что, конечно, несмотря на то, что проекционные ошибки у них есть, даже при копировании. Вот у стола ножки куда-то улетели, у куба не передается перспектива. Но, тем не менее, в общем-то, понятно, что функции сформированные, 7-летний ребенок вполне может это передать. А вот посмотрите, 5, 6 и 7 лет. Так прям вертикально я их расположила. Крайне левые рисунки копируют кубик пятилетней деточки. И, в общем-то, деточки, конечно, стараются как могут передать эту перспективу, эти грани. И мы видим, как у них это неловко получается. Но это норма. И мы видим, что они пробуют. То есть они показывают не просто квадрат. Они в этот квадрат пытаются какие-то структуры еще вписывать. Шестилетки, кубик посередине. Лучше удается уже, лучше. Ну и, наконец, 7-7,5 лет они копируют довольно хорошо. Верхний кубик так вообще прям как будто бы я сама рисовала. Самостоятельный рисунок трехмерного объекта. Смотрите, как искажает, ну, конечно, не то, что искажает, его просто нет, да, перспективы у пятилетнего ребенка. То есть он понимает, что ножек много. Даже с перепугу нарисовал еще пять этих ножек. Но сама как бы столешница у этого стола, она отсутствует. То есть пространства нет. Это норма, это не ошибка. Семилетний ребенок самостоятельно, да, он не копирует. Он изображает, посмотрите, вот разные варианты. Это норма. Он еще не должен это уметь делать. Но, в общем-то, довольно хорошо с этим справляется. Пробы хэда. Здесь на рисуночке, вы видите, на фотографии мы выполняем с девочкой эти пробы. На видео тоже мы их увидим. Смотрите. Если у ребенка паре с одной руки, то мы выполняем только одноручные пробы хэда. Если у ребенка обе руки хорошие, здоровые, то есть еще и двуручные пробы. Здесь на фотографии двуручные. Одноручные пробы хэда делятся на односторонние и перекрестные. Односторонние пробы хэда – это когда рука, ну, скажем так, действует, создает какую-то позу, да, хватается за ушко, за бровь, на плечо ложится, на ту же сторону тела, ну, с какой-то рука находится. То есть одноручные, односторонние пробы хэда – это, например, когда мы себя правой рукой берем за правую мочку уха, левой рукой там за левую бровь. Мы на видео это увидим. Мы садимся при этом напротив ребенка, как показано вот на фотографии. Перекрестные пробы хэда – это когда рука идет на противоположную сторону тела. Правая рука ложится на левое плечо, левая рука хватается за кончик правой брови. Ну и, наконец, двусторонние пробы хэда, когда две руки сразу работают. И здесь на фотографии мы видим, что ребенок, девочке этой 5 лет, она хорошо, довольно справляется самостоятельно с этим заданием сложным.